Что такое подарок? Вот мы сейчас говорим подарки, дарения. Подарок. Давайте мы с вами используем наш могучий и богатый русский язык. Это предмет, передаваемый в дар, то есть безвозмездно связанный с обычаем дарить. Часто весьма регламентированно, то есть есть определенная процедура дарения подарков ко времени, к месту, по поводу и так далее. И, как правило, бывает, что это взаимный обмен дарами. Различают передачу подарка такие, как добровольный поступок, действие, выражающее позитивную оценку человеку, которому предназначен дар, как стремление установить хорошие отношения с неким субъектом, проявить любовь, уважение. Вот я надеюсь, что многие, которые будут дамы, которые дарить на 23 февраля, будут проявлять уважение к мужчинам, а кавалеры к 8 марта будут уважать уважение и признательность дамам, сотрудникам. Правильные подарки на 23 февраля и 8 марта коллегам и партнерам. Помните, я говорил, что мы сейчас смотрим внутрь организации, как внутри организации соблюсти соответствие и поддержать культуру общения и придерживаться высоких стандартов этики бизнеса. Подарком может быть материальные ценности, сувениры с логотипом организации, как часть рекламы или по случаю праздничной даты, юбилея, какого-то события интересного, победы в фирме, достижения. Приглашение на мероприятия. Вот это очень практикуется, это официальный прием, профессиональное собрание, события, банкеты, направленные на укрепление делового партнерства. Я сказал банкеты, но имейте в виду, здесь тоже есть свои правила. Их нужно тоже сначала изучить. Посоветуйтесь, проконсультируйтесь. У нас есть по этому поводу, что рассказать более подробно. Кому подарки могут быть адресованы? Ну, конечно, деловым партнерам по важному памятному случаю. Сотрудникам организации, как поощрение за результаты достижения труда в труде. Клиентам в рамках рекламного проекта можно делать поощрение клиентов и так далее. Вы это знаете, сейчас это очень маркетингово распространено. Личные подарки между коллегами это тоже хорошее, хороший такой знак, хороший тон. Ну, теперь посмотрите, мы этот слайд уже видели. И давайте увидим, что тут вычеркнуто. Что тут вычеркнуто? Ну, конечно же, дорогие подарки вычеркнуты. Конечно же, вычеркнуты такие развлечения внутренние там. Или такие, значит, банкеты или поездки, которые, собственно говоря, выходят за рамки вот этой суммы. Ювелирные изделия дорогие и так далее. Ценные бумаги и так далее. Друзья, вот в данном случае я понимаю, что я вам задаю сейчас задачку. Но лучше уже сейчас вам станет как-то задумчивее, и вы об этом позаботитесь, чем потом вы, значит, совершите какой-то необдуманный поступок, так сказать, от всей души. И сами вляпаетесь, извините, и, значит, очерните того, кого вы хотели доставить удовольствие и радость. Так, Анастасия, спасибо за ответ. Так, пожалуйста, всегда рады. А вот бутерброды с черной икрой. Это подарок, взятка или угощение от души. Вы знаете, ну, конечно, я помню, когда мне приходится есть бутерброды с красной или черной икрой, это, конечно, я воспринимаю как от души. Но правило такое же, вы знаете, как бы ни мимикрировало икра, драгоценности, либо какая-то дорогая ручка или дорогие аксессуары, там, в виде портфеля, папки и так далее, казалось бы, это деловой подарок, ну, в отличие от икры, это уже угощение. Но имейте в виду, есть свои критерии. Что бы вы ни выбрали в качестве дара, помните, что подарок призван обрадовать получателя. И он не вызван огорчение вызвать у него. И он не призван огорчить его. Он не призван сделать такую ситуацию криминальной, чтобы привлекли к ответственности человека. Либо что он пострадал в своем рабочем, карьерном росте каким-то образом и так далее. Значит, речь идет о проявлении внимательности, уважении. Подарок не должен быть оскорбительным. Если вы заинтересовались, если у вас есть что спросить, если вы до сих пор не поняли, можно ли дарить, например, велосипед за 100 тысяч рублей внутри компании, пожалуйста, обращайтесь к нашему замечательному Денису Юрьевичу Воробьеву, руководителю департамента наших партнерских отношений Национальной ассоциации Комплайнс. Да если вы будете настойчивы, с удовольствием или интересный случай, с вами мы встретимся. Мы готовы встречаться. Мы уже вышли и с применением мер безопасности работаем в своем офисе на Большой Ордынке. Друзья, благодарю вас за ваше внимание, благодарю за активность и задание, задачу вопросов. Вопросы свидетельствуют о том, что вы задумаетесь. Это очень важно. Нам вообще важно и полезно в жизни задумываться. Желаю вам быть здоровыми, желаю быть осознанными и так вот в здоровом и осознанном состоянии подготовиться к праздникам 23 февраля и 8 марта. И сделать правильные поздравления вашим коллегам, вашим контрагентам, начальникам, госслужащим. Правильное – это значит соответствующее в стиле Комплайнс. Всего доброго вам. До свидания. До новых встреч, до нового нашего занятия или связи.